Привет! Что лучше выбрать, BCAA или креатин для разных целей, для набора мышечной массы или похудения? Можно ли вообще пить эти две добавки вместе? Давайте расскажу коротко и о главном. Быть спортивным просто. Поехали! Итак, чтобы понять, что подойдет именно тебе, нужно разобраться, что есть что и как работает. Начнем с BCAA. Это всего три аминокислоты, которые поместили в один комплекс, потому что их больше всего в мышцах. Эффекты BCAA. Дополнительный источник энергии во время тренировки. Повышают выносливость. Защищают мышцы от разрушения. Поддерживают рост мышечных волокон. Чаще всего BCAA-шку пьют во время тренировки для продления выносливости. Что касается креатина, то это эффективный помощник атлета для набора мышечной массы и повышения силовых показателей. Какие эффекты ждать? Повышение силовой выносливости. Стимуляция мышечного роста в ответ на физические нагрузки. Наполненность и улучшение качества мышц. Поверь мне на слово, это меняет человека. Неужели? Каким же образом? Раньше я был белым. Подробнее о том, как работает креатин, можно глянуть по ссылке. А теперь пройдемся по целям и что для чего больше подходит. Что лучше для набора массы? Принимая BCAA, действительно создаются хорошие условия для построения мышц. Но этого мало. И вообще с точки зрения роста мышц, BCAA-шку перехваливают. Ее скорее необходимо пить в период сушки или похудения, когда питание ограничено, чтобы сохранить мышечную массу. Из трех аминокислот очень сложно что-то построить. Нужно полноценно питаться и получать все питательные вещества. BCAA это не сильный стимулятор, как путают многие. Если решили подкачаться, толку от одних только BCAA-шек будет мало. Я вот думаю, что сила в правде. А вот протеин, из которого мы получаем все аминокислоты, в том числе BCAA, будет эффективнее для построения мускулатуры. То же самое, если питание скудное, ограниченное количество мяса, молочных продуктов, то BCAA необходимо добавлять, чтобы не было дефицита. Но заливать в себя 30-50 грамм BCAA-шек в день смысла никакого нет. Купите лучше протеин. Креатин – одна из самых рабочих добавок для роста мышечной массы. Большая часть эффекта держится на том, что креатин реально помогает тренироваться эффективнее. А если вы не знали, то именно тренировки дают стимул для роста мышц, а не специальная еда. С креатином можно повысить силовые показатели. Мышцы становятся более выносливыми, следовательно, можно сделать больший объем работы. Это простимулирует и даст выброс гормонов для роста мышечных тканей. Ну и сам креатин участвует в сложных процессах строительства мышц. Главный источник креатина – это мясо. И если его в рационе мало или вы веган, то креатин нужно обязательно добавлять. Что если ваша цель – похудение или сушка? БЦА во время похудения дадут больше выносливости и не позволят сжигать мышцы вместо жира. Они могут использоваться как топливо. Если ваша цель – не просто слить максимум килограмм, а подсушиться, чтобы было видно пресс и рельефные мышцы, то БЦАшку можно попивать в течение дня. Для защиты мышц. А что по креатину для похудения? Все-таки основное его применение для набора массы. Потому что он позволяет тренироваться организму на повышенных мощностях с большими весами. А если вы пытаетесь сбросить лишний вес, то у вас должен быть дефицит калорий. И проводить силовые тренировки в таком случае сложнее. Да, креатин даст вам немного энергии и выносливости. Но это все равно, что ездить на машине на второй передаче. А их есть целых пять. То есть у вас не получится использовать весь его потенциал. Хотя на похудении тоже можно использовать, но только для тех, кто понимает, как он работает. Еще одно. Если вы хотите выглядеть подсушенным, то креатин вам будет только мешать. Он задерживает воду в организме. Это его особенность. Можно ли пить креатин и БЦАшку вместе? Как комплекс? Да, можно. Для набора массы такой способ подойдет. БЦА как раз даст тот положительный баланс аминокислот для строительства мышц и прибавит выносливости. Ну а креатин обеспечит заряд энергии для силовых тренировок. У нас есть отдельное подробное видео, как пить креатин, как пить БЦАшку. Ссылку оставлю в описании. И вообще рекомендую подписаться на канал, чтобы не забыть глянуть. Если кратко, то БЦА пьете во время тренировки. А креатин просто каждый день, он накапливается в организме. Для роста мышц не лишним будет витаминно-минеральный комплекс. Особенно если не можете позволить себе разнообразный рацион фруктов, ягод и овощей. Кому надоела вареная грудка или творог, добавьте 1-2 протеиновых коктейля в день. Без строительного материала мышц не нарастить. Для похудения креатин плюс БЦА лучше не использовать. Креатин будет лишним и малоэффективным. Да и девочки не поймут, почему они стараются похудеть, а их заливают водой. Тут лучше дополнить БЦАшку омегой-3 для улучшения обмена веществ. И витаминно-минеральным комплексом, чтобы волосы не повыпадали, если вы сидите на какой-то кефирно-яблочной диете. Для ускорения жиросжигания добавляют карнитин для кардиотренировок или более мощные жиросжигатели. У нас, кстати, есть полезные видосики о них. Также можно побаловать себя порцией протеина без сахара. Это как полезный легкий перекус даже в вечернее время и как дополнение к белковой диете. Если вы новичок и еще вообще не пробовали ни креатин, ни БЦАшку, и вам хочется максимально эффективно использовать свои деньги, то рекомендуем попробовать креатин. Если оценивать в общем, то креатин это как раз та добавка, которую действительно можно прочувствовать. Уже через неделю-две повысятся силовые показатели, будет больше выносливости и будет видимый результат. Ну а выносливость от БЦАшки, к сожалению, чувствуют не все, хотя она действительно эффективна во время сушки для защиты мышц. Но это как бы прочувствовать сложно. Спасибо за просмотр, поставьте лайк. Если у вас остались какие-то вопросы, напишите их в комментариях. Пока!